Зашли в кофейню, решили взять себе стаканчик и с ним походить. Ну, кофе все ходят, что-то мы решили собезьяничать. Сейчас тут очередь небольшая, постоим, не знаю. Ну, какую-нибудь капучино возьмем. Ну, что, ничего такое кофе. Выглядит достаточно аппетитно, такой небольшой стаканчик. Кофе не любители, но когда-нибудь хочется. Всем приветики! Начинаем новый влог ночью. Ну, не ночью, но поздно вечером. Не успела даже поздороваться. Просто так бывает, вот зашли в эту кофейню, думаю, ну, надо снять, раз уже зашли. И, как бы, начало видео я не сняла. Но я думаю, что продолжу снимать завтра, потому что тут уже просто темно. Мы снова решили пройти таким путем, как вот уже ходили, я показывала в предыдущем влоге, только наоборот спуститься и пройти под этой пресловутой Дубровенки. Ну, вообще классно, мне здесь нравится. Вот, собираемся поехать. И, наверное, в этом видео покажу на Виленский рынок. Конечно же, мы ищем маме куртку, потому что, на самом деле, очень сложно выбрать. Ну, на Виленском рынке, например, все то же самое, что и в торговых домах, что и в торговых центрах. Но единственное, что, наверное, они не так много платят там за аренду. Вещи те же самые, ну, просто выбор больше. То есть, если будет возможность, я постараюсь хоть что-нибудь там поснимать. Как бы это будет, наверное, не очень удобно, но я постараюсь, потому что сама давно там не была. Не знаю, как там и что, но вот выбрать куртку маме, это очень сложно. У Нермаги я показывала полный отстой. Мы вот походили, ну, вот вчера тоже влоги показывала, там наш этот атриум торговый центр зашли. Но как бы особо выбрать нечего. То есть, ну, выбор такой невелик, скажем так. Поэтому, ну, остается поехать туда и посмотреть там, потому что вот раньше мы, ну, всегда покупали что-то там. Там вещей, как говорится, много. Поэтому продолжим съемку уже на следующий день. У нас с вами день следующий. Приехали мы на Виленский рынок. Виленский рынок. Она такая чуть приталенная идет, но она одновременно такая свободная. Повернись задом. Вот эта вот более-менее она такая маленькая. Она можно и стоечкой просто сделать, снять рапичок. Она под платочек, под что-нибудь, она хорошо смотрит. А можно и так. Ну, перевернись задом. Мне мужская понравилась. Вот эта вот красно-черная. Ничего такая очень даже симпатичная. Ну, в общем, как вы сами увидели, но я, конечно, мало снимала, потому что здесь снимать очень сложно. Народу нет, покупателей, как бы вообще. Ну, одни сплошные продавцы, и все сразу, что он предложит, что он подсказал, стоят над душой так смотрят. Но я понимаю, я вообще не знаю, как они здесь выживают, как они там налоги эти платят. Это все, как бы, ну, мало людей, действительно, мало кто, что покупает. Ну, и выбрать, как бы, нечего. Вот мама мерила какие-то курки. Ну, нет, все не то. Цены нормальные, как бы, по 150, по 170, там, даже по 100 есть рублей. То есть, цены абсолютно нормальные, но, как бы, такое, такое себе. Нечего купить. Я говорю, ну, пойдите в какие-нибудь торговые дома, гляньте подальше, вот, находятся на окраине города или где-то в других районах. Посмотреть, что там есть. Потому что, ну, прежде всего, надо, чтобы понравилось. А, как бы, честно говоря, ничего не нравится. И вот меня, я не могу. Куда-то вот подходишь, начинаешь что-то говорить, они сразу становятся на тебя, смотрят. И когда ты отходишь, сразу такое кислое лицо. Я понимаю, надо продать, но вот, не знаю, меня это отталкивает. Меня сразу все сковывает. У меня одно желание скорее уйти. Поэтому лучше покупать либо в интернет-магазине, либо в торговых домах, где никто не стоит над душой. Ну, мы съездили для очистки совести, как говорится, посмотрели, что здесь купить тоже нечего. Смотрите, какая машинка прикольная, старинная вообще. Не просто быть блогером. Стоит машина, ну, действительно старинная. Все идут на нее, смотрят. Но я же так не могу снимать открыто. Там, тем более, женщина какая-то сидела и так на всех смотрела, потому что все смотрят на нее. Поэтому приходится что-то такое снимать, конечно же, из-под цешка. Зашли в строительный магазин Палас. Ну, тут обои, там все подряд. В общем, всякие строительные штуки, дрюки. Так, что-то надо нам здесь посмотреть. Никита к нам подъехал, у меня учеба закончилась. Хочешь тоже что-нибудь, что-то здесь ему надо. Прав, не знаю, что. Ну, это, я не знаю, дрель, сверла. Нам, наверное, такое не надо. Сколько стоит дрель? Дрель стоит 106 рублей, но у нас есть какая-то... Я вот их путаю, что такое дрель, что такое шуруповерт. Ладно. У нас, по-моему, что-то типа такого есть. А, перфоратор, во, перфоратор точно. У нас такая штука есть. Не, ну, в хозяйстве, конечно, должна быть такая. Где-то что-то когда-то сделать, прибить и так далее. Это я стараюсь все время говорить, потому что играет музыка. Надо ее глушить, либо закладывать озвучку одной из двух. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь мы идем в мебельный магазин. В принципе, мы же собираемся покупать шкаф в ближайшем будущем. Вот, и поэтому надо что-нибудь посмотреть, что здесь такое есть. Именно не на заказ делать, а именно такое, покупать. Потому что еще не знаем, революционный, не знаем какой, но только знаем, что он нам нужен. Поэтому... Поэтому идем сюда. А, нет, это явно не мебельный. Вот так вот. Вот вам и мебельный. И переехал по другому адресу. В общем, Никита завис, конечно же, в электросиле. Это его любимое место. Всякие пятые элементы, электросилы. Всякие такие магазины, где продаются гаджеты. Но решили выйти, подождать его где-то не там, потому что очень жарко. Вот, я не знаю, заходишь в магазин, вроде бы я легко одета. Но все равно настолько жарко, что просто вообще... В общем, ждем Никиту, и идем дальше. Хорошая картинка. Так, что тут Никита говорит? Вот такая вот цена. Это я просто так резко выбрала целевый фон, потому что там кто-то вышел. Как бы, и не хочется. Не хочется. Так, ну, Никита решил посмотреть телевизоры. Ждать его нет сил, поэтому пришлось идти за ним. Музыкальный центр. Ну, музыкальный центр такой-то надо, конечно, не в квартиру, а в коттедж. Чтобы она там громыхала на полную. Ну, и раз мы уже в этом районе оказались, затем уже и магазин светофор. Сто лет здесь не была. Посмотрим, что тут есть. В светофоре сегодня очень-очень много людей. Поэтому, как бы, сложно снимать. Наверное, будет, как когда-то я снимала. Так все подряд, как говорится. Ладно, что-нибудь посмотрим. Приправы. Букет перцев. Сколько это у нас стоит? Это у нас стоит 8,82, наверное, получается. Да, набор из трех мельниц. Ой, всякие конфетки. Ну, конфеты мы, правда, не едим, поэтому это неинтересно. Вот, что тут еще основа конфеты. Так, печенье всякие. Что-то как-то не внушают это доверие. Вот, раньше мы покупали когда-то такие вот, в принципе, ролички вкусные. Но это наши белорусские видьба. 6,63, не знаю, брать, не брать. Что-то я уже ничего не хочу, что я настолько устала от этих всех хождений. Что я уже ничего не хочу. Зефир 7,35 килограмм. Какие-то такие печенья 8 рублей. Зефир это тоже. Так, это у нас что? Вафли какие-то российские. Так, а печенье вот это у нас какое? Тоже российское. Вышли светофоры, а тут такой сильный дождь. Стали, ну, переждать, барабанить. Так, надеюсь, что он закончится скоро. В общем, какое счастье, что закончился дождь. Вот он был таким сильным, как бы оказалось, что он очень долго не закончится. Но зато теперь такие лужи, что просто вообще. Как низко расположены балконы. Это вообще. Ну, конечно, здесь надо делать рамы обязательно. Ну, ведь кто-то делает, а кто-то не делает. Фу, шумно так, машины. Идем в большой перекресток. Купим что-нибудь перекусить. Ну, там не только перекресток, там детский мир. Зайдем еще и в детский мир. Там что, детские вот курки, которые смотрели тоже на базаре. Ну, такой вот гэ, если честно. Вообще, то есть, вот базар, рынок, все, он себя изжил. То есть, как бы там уже купить совершенно нечего. Какой-то такой, что-то потреб. Пединститут. У нас государственный университет, точнее. Это раньше был пединститут, сейчас университет педагогический. Просто мимо проходишь, так уже что-то такое говоришь. Называешь он Додо Пицца. Что-то здесь. Ой, в другом районе, когда находишься, в котором давно как бы не было. Ну, не то чтобы давно, но как бы не было необходимости. Поэтому обращаюсь на что-то такое внимание. Так, ну вот, подошли мы к перекрестку, к торговому центру. Сейчас сюда зайдем. Никита обратил внимание, какие кружки. Смотрите, по 17 рублей. Такие всякие мультяшные. Так, что бы нам такого купить? Смотрите, чай. 7,45, сколько здесь не вижу. Сколько грамм? А, 80 грамм. Ну, разный вкус. Ну, я чай заказала на Валберес. Надо будет забрать. Так, здесь готовы всякие тортики. Не, надо, конечно, переставать. Есть такое в большом количестве. О, корзиночки. Так, ладно, сейчас какой-то булочек. Никитичку там. Что любят дети? Любят дети, а вон сосиска в тесте. Тем более она еще даже горячая, как бы. Вот мне вот такие булочки привлекают, конечно. Все, теперь мы зашли в детский мир. Сейчас здесь посмотрим куртки. Крайней мере здесь никто не пристает. Ведешь себе спокойно и смотришь. Так, ну это явно женское. Нам такое не надо. Ну, какие-то куртки есть. Новая коллекция. Какие-то они такие серо-мрачные, не знаю. Мне что-то хочется все время поярче, как-то повеселее, что-то такое. Это какое-то такое мрачноватое. Ладно, сейчас еще что-нибудь посмотрим. Вот такая вот курточка мне понравилась. Синенькая такая. Мне почему-то нравится, ну, когда она вот такого вот качества. И 52 рубля стоит. То есть абсолютно нормальная цена. Тут и качество будет хорошее. Вот, такое мне нравится. Ну, и шапочки тоже какие-то хорошие. Шапочки есть. Например, что-то такое. Цена такая нормальная. 12 рублей всего. То есть, ну, как бы, если что-то покупать ребенку, то, как по мне, это только в детском мире. Причем и майки, и трусы, и куртки, я не знаю. И все что угодно. Здесь все такое хорошее, яркое. И качество хорошее, и цены хорошие. Просто песня. Поэтому лучше детского мира, я убеждаюсь уже в который раз. Ничего нет. Так, ну что, начинаем играть в эту мега-игру. Где мега-игра? 50 копеек стоит. Сюда кидаем. 50 копеек. Так, не кричи. Да я управляю. Не кричи. Не-не-не-не. Так, тихо-тихо-тихо. Не кричи, не мешай, Никитя. Ай. Все. Не вся игра получила. Никита, как так быстро ты как-то раз, и все. Даже было настроиться как-то. Сейчас мешает. Ну, 50 копеек взяли, выбросили. Ну, ладно, зато поиграли. В общем, мы тут просто застряли, потому что идет такой очень сильный дождь, и мы как бы хотим, чтобы он прекратился. Ну, в детском мире, собственно, купили, конечно же, Саше куртку. Вот эту синюю купили, и ту серую шапочку купили. Ну, глупо было бы не купить. За такие деньги, в принципе, хорошую куртку и хорошую шапочку. Большое куртку. Большое куртку. Большое куртку. Большое куртку.